Сегодня Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам, обратиться с проблемами, которые требуют оперативного решения напрямую. Главе республики смогли пять человек. Подробности в следующем материале. В республике началась апробация новой системы приема граждан. Задать волнующие вопросы чиновникам теперь возможно и на специальном портале. С главой региона по видеосвязи пообщался и Сергей Сдюмаев. Три раза в неделю ему приходится приезжать из Алатыря в Чебоксарский центр гемодиализа. Проезд до столицы обходится в копеечку. Михаил Игнатьев отметил, что компенсировать расходы для больных с почечной недостаточностью будет республиканский бюджет. Мы как раз на эти цели в бюджете Чувашской республики заложили 15 миллионов 227 тысяч рублей. Это по тем расчетам, которые на самом деле есть у нас, по расчетам муниципальных образований, по категории инвалидов первой группы. И вот сейчас бюджет рассмотрит государственный совет. Это буквально в начале августа я его как глава республики подписываю. Анна Юркова на прием главе приехала из Мариинско-Посадского района. Жители села Кушниково уже не первый год просят отремонтировать 5-километровый участок дороги. После дождей по ней с трудом передвигаются даже внедорожники. Ее размывает все, и сверху вода, и снизу, и ни машины, ни транспорт, автобусы они проехать не могут. А у нас там очень живут люди уже пожилого возраста. Ни в больницу попасть, ни в магазин съесть, потому что магазинов у нас там нет. Конечно, надо дорогу сделать. Вкладывая почти 40 миллионов рублей в эту дорогу, мы должны поднять на экономику. Работники одного из чебоксарских детских садов обратились к Михаилу Игнатьеву с просьбой отремонтировать бассейн. Мы беремся за эту работу, и, конечно, надо восстановить и сделать, чтобы бассейн был. Сейчас, мол, в детских садах бассейне есть, вода там хорошая, фильтры стоят, качество воды соответствует всем тем самым требованиям. И дети рады, и родители рады. А у многодетной семьи Матвеевых в этом году решится квартирный вопрос. В 2008 году у нас дом сгорел, нам дали время на квартиру в полуфагальном помещении. Живем вот мы в 2008 году там. Мы на очереди стоим уже третья, уже три года мы стоим третья, как многодетные. Это город еще, в Ленинском правительстве? В Ленинском правительстве мы стоим. Глава республики отметил, что новоселье Матвеевы сыграют уже до конца августа. Им вручат ключи от новой трехкомнатной квартиры. Медрик Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика.